Пам-пам, у микрофона Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Aliens Infestation, которая вышла на Nintendo DS. Sega удивила геймерское сообщество тем, что наняла для создания игры по чужим Creative Assembly, разработчиков, которые создавали только стратегии. Но в итоге игру приняли тепло, как критики, так и игроки. Alien Isolation часто встречается в игровых топах. Сюжет в духе второй части фильма. Очередная исследовательская группа отправляется на корабль Сулако, дрейфующий в открытом космосе, для поиска и изучения живых организмов. Игра использует популярную в наше время беспроигрышную формулу, именуемую как метроидвание. Как и в других играх этого жанра, геймплей строится на бегодне по условно открытым локациям, поиске апгрейдов, нового снаряжения, решений и загадок. Загадки в игре легкие. В тех же Костельваниях новой школы загадки на порядок сложнее. Разработчики постарались не обременять игрока поиском артефактов, ключей, секретных рычажков и скрытых проходов. В начале игры под наш контроль попадут четверо вояк, но потом, по мере прохождения, игрок будет находить и других заблудившихся солдат, которых можно присоединить в свой отряд, если у вас погиб один из бойцов и открылась вакансия. Действия игры будут проходить не абы где, а в космическом крейсере Сулако и на планете Ахирон, который больше известен как LV-426. Помимо перечисленного, в игре еще много контента из вселенной Чужих, что, конечно, радует. Например, труп космического жокея из первого фильма, или котик, который будет выпрыгивать в неподходящие моменты, заставив пустить в воздух пару-тройку очередей из винтовки. Персонажи, чужие, дроиды, оружие и окружающие объекты хорошо анимированы, и визуально все смотрятся очень красиво. Игра-шедевр, обязательно к прохождению как фанатам Чужих, так и тем, кому просто симпатичны эти несимпатичные монстры, родившиеся в умах гениальных людей. Дэна О'Беннона и Рональда Шусета, и увидевшие свет благодаря стараниям Ганса Рудольфа Гигера и Ридли Скотта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова